Уважаемые коллеги, в конце 19 века один известный профессор географики из Лейцега, звали его Оскар Пешель, сказал «Народное образование играет решающую роль в войне. Это именно прусский учитель побил австрийского школьного учителя». Это его фраза. После ее немножко переначали, приписали Бисмарку, но факт остается фактом. Именно после этого появилась Германская империя, именно после этого фактически система образования Германии была распространена на всю Европу. Эта система включала, в том числе, прежде всего, отдельные мощные социальные гарантии для учителя. Потому что речь идет не только о том, чтобы учитель давал знания в школе, а это первый такой базовый момент, но и о воспитании, о воспитании той самой любви к родине, воспитании того самого патриотизма, про который мы не устаем говорить и пытаемся связать с некими ритуалами. Нет, все начинается именно с этого элемента, с учителя. И когда мы говорим, почему сегодня в наши школы не идут учителя, молодые люди, почему не идут мужчины, почему сегодня престиж профессии педагога падает с каждым годом, мы говорим прежде всего о будущем нашей страны, потому что результатом работы этих учителей они будут не сразу, ни через год, ни через два, а именно через несколько лет мы получим или не получим того самого современного человека с необходимым уровнем знаний, с необходимым уровнем патриотизма и соответствующей подготовкой для того, чтобы наша страна была не просто сырьевым придатком, к сожалению, именно к этому мы сегодня пришли во многом, а страной ведущей, ведущей во всех отраслях, в экономике, в технике, в современных технологиях. Все это начинается вот отсюда, именно с учителя. А учитель начинается, вот как это ни странно, с нормальных условий для того, чтобы он работал. Заработные платы, о чем сегодня законопроект, вот две базовые платы. Что это такое? Вот если сегодня мы возьмем обычного сельского учителя или молодого учителя, приходящего даже в городскую школу, его заработная плата, ну, в лучшем случае будет там вставлять 20-25 тысяч, если он еще возьмет полторы ставки и будет работать там, что называется, с утра до вечера. А мы говорим о минимуме, необходимой современному человеку, чтобы нормально питаться, нормально одеваться, иметь возможность содержать семью, иметь возможность периодически получать новые знания, ну, естественно, это уж самое постепенно передавать людям. Не загнанного, каждый день бегущего, и там за огромным количеством отчетов за низкую заработную тату человека, не падение престижа педагога и, соответственно, отбора соответствующих педагогических вузов, к сожалению, сегодня они далеко не на первом месте у нас находятся и по качеству образования, и, прошу продлить от фракций, и по соответствующим подходам мы говорим о том, с чего все это должно начинаться. И, безусловно, конечно, можно сегодня ссылаться на разные вещи, на то, что денег не хватает в стране, и одновременно можно вспомнить, что по итогам первого квартала доходы федерального бюджета были превышены на 37%, даже в это непростое время. Можно говорить про то, что это будет несправедливо по отношению к медикам или работникам культуры, но такие же точно законопроекты сегодня лежат и находятся на рассмотрении Государственной Думы, просто до них время не доходит. И поэтому, естественно, наша фракция, мы категорически приветствуем принятие подожденных законопроектов, которые бы касались медицинских работников, педагогических работников параллельно, работников системы культуры, потому что именно эти люди сегодня представляют основу государства. Именно они составляют ее, что называется, устои, именно они ее оплот, но мы финансируем их, опять же, по остаточному принципу, ожидаем каких-то экспериментов. Если мы будем говорить об эксперименте, в части, например, медиков, его пытались внедрить с 1 июня 2021 года, но почему-то не нашлось ни желания, ни возможности, хотя деньги требовались небольшие. Тоже для понимания расчет необходимого повышения заработных плат, я не владею, к сожалению, и представитель комитета не владеет информацией по педагогам, но для того, чтобы увеличить на 30% заработную плату медицинским работникам, надо 500 миллиардов рублей на всю страну. В принципе, это подъемная сегодня сумма вполне. Я думаю, на педагогов что-то приблизительно похожее сумма будет требоваться. Вполне сегодня бюджет федеральный способен эту сумму потянуть. И куда же тогда тратить эти деньги? Опять складывать, как нам на последнем форуме все те же люди говорили про необходимость экономить, откладывать некую кубышку, искать возможность для того, чтобы потом эти средства как-то удачно использовать, совершенно бесполезно. Вкладывать надо сегодня, вкладывать надо сейчас, вкладывать надо в учителей, вкладывать надо в будущее, в будущее наших детей, в будущее нашей страны. Без этого совершенно понятно, что никакого прогресса не будет. Никакой экономики пятого, шестого и следующего укладов, никакого нового человека, которого способен это потянуть. Ну и, соответственно, перспективы для страны тоже будут весьма печальны, вы это прекрасно понимаете. И та война, о которой говорил тот профессор в конце 19 века, она ведь и сейчас идет. И в натуральном виде, что называется, в живом. И война в части работы над новыми технологиями, над прорывами, над научными разработками. Это тоже конкуренция, это тоже война, которую выиграть сегодня без сильного учителя, без сильной школы и без современного человека будет невозможно. Мы поддержим данный законопроект и предлагаем сделать это всем остальным.